Мы сегодня рассматриваем вторую главу книжки, которая называется «Ксиматические основания теории множеств. Первые два параграфа введения и второй параграф». Значит, первый параграф опять начинается с антиномии, немножко повторюсь. Отмечается, что обнаружение антиномии привело к значительным изменениям в содержании методологии теории множеств. Прежде всего, антиномии показали, что наивная Кантеровская концепция множества и какие-то общие следствия из нее не могут служить основой ни теории множеств, ни основой математики. Вот здесь также в начале параграфа приводится Кантеровское определение множества, которое формулируется следующим образом. Множество – это объединение в одно целое определенных вполне различимых объектов нашего восприятия. Тут вот в английском тексте термин «интуиция» или «мышление». Такие объекты называются элементами множества. Обнаружение антиномии, собственно, привело к пересмотру этого наивного понятия множества, а также к пересмотру способов работы с ним. И в результате был намечен целый ряд путей «Искоренение пороков Кантеровской теории множеств». Большую часть этих подходов, как отмечают авторы, можно разделить на три основные группы. Это аксиоматическая позиция, логицистическая позиция и интуиционистская позиция. Особенности этих трех позиций, подходов раскрываются далее вот в этой и еще в двух следующих главах. Различные системы теории множеств, которые возникли после обнаружения антиномии, довольно сильно различаются по своему содержанию. Так, некоторые утверждения о множествах в одних системах являются истинными, а в других системах являются ложными. И, кроме того, разные системы зачастую используют разные языки, причем не всегда существует естественный перевод с одного языка на другой. Но отмечается, что в отношении методологического основания теории множеств картина совсем другая. То есть изначальные различия в методологии разнообразных систем теории множеств, они были, но постепенно нивелировались вот со времен обнаружения антиномий. Далее здесь рассматривается подробно специфика аксиоматического метода. Аксиоматический метод является методологическим основанием большинства ветвей математики, еще начиная с начала Евклида. Далее этот метод был возрожден в XIX веке и с начала XX века бурно развивался. С тех пор были аксиоматизированы большинство разделов математики и логики и также некоторые другие научные теории. Но что касается теории множеств, с ней все оказалось не так просто, потому что изначально аксиоматизация любой математической теории предполагала как раз дедуктивное построение этой теории с помощью теории множеств. И поэтому, когда теория множеств сама получила статус математической теории в конце XIX века, стала проблема ее аксиоматизации. Также отмечается, что до обнаружения антиномии теория множеств в математике имела статус что-то типа методологического базиса. И вот хотя источником логических антиномий стало именно содержание наивной кантеровской теории множеств, а вовсе не методологический статус теории множеств, большинство изменений, которые предлагалось внести в теорию множеств, чтобы вот этих логических антиномий избежать, требовали для теории множеств более строгих методологических оснований. Особенно, что касается тех изменений, которые логицистами предлагались. Аксиоматизация теории множеств в традиционном смысле, соответственно, не могла удовлетворить этим строгим методологическим требованиям. Поэтому сторонники логицистской позиции предлагали сделать фундаментом теории множеств логику. Это можно было сделать двумя путями. Первый путь – рассматривать теорию множеств и математику в целом как части логики, а, соответственно, теоретика множественной истины рассматривать в качестве логических истин. Второй путь заключается в том, чтобы ввести некоторые теоретика множественной истины в качестве аксиом, а другие теоретика множественной истины выводить из аксиом с помощью логических правил вывода в качестве теорем. Вот авторы отмечают, что второй вариант представляется более адекватным, и его интуиционисты, в частности, тоже приняли. Далее, наиболее важными направлениями в аксиматической теории множеств считаются направление Цермела и его ранних последователей, направление фон Неймана, Бернайса, Гёдуля и Аккермана, и, наконец, Куайн. Далее авторы отмечают, что аксиматический подход к теории множеств и основания математики отличается от логистического и интуиционистского не столько строгостью, сколько тем, что сторонники аксиматического подхода верят в полноту логики и полагают, что логические антиномии являются свидетельством не провала логики, а свидетельством, скорее, провала кантеровской наивной концепции множества. Вот поэтому сторонники аксиматического подхода видят средства спасения теории множеств в том, чтобы сформулировать новые базовые предположения, ну то есть новые аксиомы, которые позволят представить такую концепцию множества, которая позволит избежать появления антиномий. Изложение аксиоматической теории множеств авторы начинают с подробного описания варианта системы аксиом Цермела, вот как раз в втором параграфе и вплоть до шестого. Далее они отмечают, что в седьмом параграфе будут представлены варианты систем аксиом фон Неймана и Бернайса, и связанных с ними систем, и еще система аксиом Аккермана. Также будут рассмотрены их общие черты и различия, причем особое внимание будет уделено сущности аксиомы выбора и вытекающим из нее следствия. Вот также отмечается, что система аксиом Цермела и система аксиомы фон Неймана и Бернайса имеют много общего, вот так что их в принципе можно рассматривать как разные варианты одной и той же теории. Также отмечается, что система Цермела все равно чуть более удачна, поскольку используется почти всеми математиками в качестве основания теории множества и математики в целом. Еще изложения из системы аксиом Цермела предваряют некоторые общие замечания по поводу аксиоматического метода в целом. Вот так отмечается, что любая аксиоматическая теория, кроме логики, строится путем присоединения к некоторой базисной теории новых терминов и аксиом, специальных некоторых терминов и аксиом рассматриваемой теории. Вот в качестве базисной теории обычно используется либо некоторая система логики, неважно, с теорией множеств или без, или какая-нибудь арифметическая система. Ну вот, авторы жалуются, что математики обычно не указывают явно такую подлежащую теорию, исходя из того, что интерпретация используемых ими логических связок, слов и фраз по типу не и если то, все и так далее. И еще роль, которую вот эти логические слова и фразы играют в логическом выводе, и так хорошо известны и вообще не требуют специального обсуждения. Но авторы считают такую позицию беспечной и уязвимой с точки зрения аксиоматической теории множеств, которая борется с призраками антиномии, которые все время маячат где-то на заднем плане. Поэтому явный учет базисной теории стал просто правилом хорошего тона. Авторы выбирают здесь в качестве базовой теории исчисление предикатов первого порядка, потому что в нем есть связки, все связки достаточные для выражения логических операций, отрицания, конъюнкции, дизюнкции, импликации, эквивалентности, а также квантеры для обозначения универсальной и экзистенциальной квантификации. Вот здесь используются все стандартные символы, и я их не стала выносить на слайд. Так, в качестве объектного языка используются ограниченные под язык обычного естественного языка, ну, значит, английского вот тут вот в тексте, который дополняется некоторыми символами и правилами к этим символам. Значит, для того, чтобы говорить на мета-языке о конкретных выражениях осуждаемой теории, в качестве имен этих выражений авторы пишут, что будут использоваться сами выражения предметной теории. Это не очень безопасно, но такой метод используют математики, поэтому его считают возможным использовать и авторы. Далее, чтобы говорить не об отдельных выражениях теории, а о классах таких выражений, привлекаются мета-языковые переменные. Вот в этом отношении авторы тоже избегают строгости и полагаются на контекст и здравый смысл читателя. Вот так. Значит, индивидные переменные первопорядкового исчисления предикатов используются также как математические переменные, пробегающие по переменным. Вот, например, когда говорится о множестве всех утверждений формы х принадлежит у, форма этих утверждений вот на слайде под цифрой 1, подразумевается не только само выражение х принадлежит у, но также выражение у принадлежит з, з принадлежит з, у принадлежит у, штрих и так далее. То есть в большинстве случаев, когда переменные используются как математические переменные для переменных, также подразумевается, что разные переменные обозначают разные переменные. Вот. Но иногда это требование не соблюдается. Но, в общем, когда как следует понимать использование этих математических переменных для переменных, авторы говорят, что ясно из контекста. А где такой ясности нет, они, соответственно, добавляют оговорки. Также различаются замкнутые предложения, не содержащие свободных переменных, и открытые предложения, которые содержат, по крайней мере, одну свободную переменную. Еще авторы отмечают, что когда речь идет о символизированной системе, то вместо термина предложения они будут использовать выражение «правильно подстроенная формула». Вот еще они пишут, что открытое предложение, в котором есть свободная переменная x, также будет иногда называться, как это принято в математике, условием для x. Условия для x может также содержать другие свободные переменные, кроме x, и тогда эти другие свободные переменные будут называться параметрами. Вот, а у них пример приводится в тексте, если вдруг непонятно. Да, ну еще отмечается, что обычно аксиматическая система строится для аксиматизации какой-либо научной теории, уже имеющейся до этого в досистематической, наивной или вот генетической форме, и для обозначения некоторых понятий, изучаемых в такой научной теории, используются первоначальные, неопределяемые термины аксиматической системы. Вот, а термины, обозначающие остальные понятия, вводятся в систему посредством определений. Некоторые факты, относящиеся к этим понятиям, утверждаются посредством аксиом, а другие, соответственно, посредством теорем, то есть предложения, которые выводятся из аксиом, средствами подлежащей теории. Вот, дальше про интерпретацию говорится, то есть если какая-либо научная теория аксиматизирована, то она образует интерпретацию или модель своей системы аксиом. Вот, но вообще система аксиом обычно может быть интерпретирована многими другими способами, и в этом случае исходная научная теория образует подразумеваемую или главную интерпретацию. Так, на этом первый параграф завершается, и мы переходим ко второму параграфу, который называется «Некоторые базовые понятия равенства и экстенсиональность». В книге представлены два варианта теории множеств цермела, это ZF и ZFC. Вот в первой части данного параграфа описывается язык, на котором формулируются ZF и ZFC. Также в этом и еще следующих трех параграфах перечисляются аксиомы ZF и ZFC. Значит, аксиомы ZF включают в себя аксиому экстенсиональности или аксиому объемности, аксиому пары, аксиому множества суммы и объединения, аксиому множества степени, аксиому выделения, аксиому бесконечности, аксиому замещения и аксиому фундирования. Что касается ZFC, то это система аксиом ZF плюс аксиома выбора. Причем авторы отмечают, что отдают предпочтение именно системе ZFC. Как уже было сказано выше, для построения системы аксиом ZF в качестве подлежащей теории используется первопорядковое исчисление предикатов. Первоначальными символами представляемого варианта теории множеств являются логические связки, кванторы, переменные, также еще знак равенства и разные вспомогательные символы, запятые и скобки. Единственный специальный теоретико-множественный первоначальный символ ZF это двухместный предметный символ, обозначающий отношение принадлежности или членства. Это все опять первая формула на слайде. Вот так эта формула читается как x есть член y, или x принадлежит y, или x содержится в y, или y содержит x в качестве члена. Значит, атомарными формулами ZF являются формулы типа x принадлежит y, а также формулы типа x равен y. Остальные формулы могут быть образованы из этих атомарных формул с помощью логических связок и кванторов. Область индивидных переменных, или так называемый универсум рассуждения, состоит из объектов. Каждый из объектов является членом некоего множества, которое в свою очередь также является объектом. Это соответствует принципам Кантеровской наивной теории множеств, что каждый объект может служить составным элементом множества. Однако авторы отмечают, что не все системы теории множеств придерживаются этого принципа. И подробнее о таких системах они собираются рассказывать в седьмом параграфе. В рамках данной главы объект, который является членом другого объекта, будет называться элементом. В системе ZF термины элемент и объект являются синонимами. Но авторы все же предпочитают термин элемент из соображений простоты последующего сравнения системы ZF с другими системами, в которых вот эта синонимичность не соблюдается. Значит, элементы, которые имеют члена, называются множествами, а элементы, которые не имеют членов, называются индивидами, ну, или урэлементами. При разработке системы Аксиом теории множеств также важным оказывается вопрос о том, сколько индивидов для системы необходимо. Такой же вопрос также справедлив и в отношении множеств. То есть сколько множеств необходимо для системы. Причем, как отмечают авторы, второй вопрос, вопрос про количество множеств является одним из центральных для теории множеств, а первый вопрос про количество индивидов – нет. Вот поэтому они решают, что в отношении количества индивидов можно исходить произвольно из принципа простоты. Так, существование хотя бы одного индивида представляется необходимым с философской и с практической точек зрения. Прежде всего, наличие индивида необходимо, чтобы вот этот индивид исполнял роль фундамента универсума. Действительно, как только у нас появляется некий индивид А, мы можем построить множество B, чьим единственным членом будет индивид А. А затем множество C, чьим единственным членом будет B, множество D, членами которого будут А и Б и так далее. То есть, как видно, универсум теории множеств может быть сконструирован из одного единственного индивида. Практические соображения, требующие существования как минимум одного индивида, примерно следующие. Вот когда мы определяем пересечение двух множеств, например, множество R и множество S, как множество T, которое включает в себя те элементы, которые принадлежат одновременно и множеству R и множеству S, то нам хотелось бы, чтобы это пересечение было определено даже в том случае, когда у множества R и S нет общих элементов вообще. Вот в этом случае множество пересечения T должно быть элементом без членов, то есть индивидом. Существует много примеров, когда существование элемента без членов упрощает ситуацию. Вот, например, как в данном примере. Те же практические соображения, как отмечают авторы, требуют использовать всегда один и тот же элемент для обозначения любых множеств, любых двух, ну, или большего количества множеств, у которых нет общих элементов, а также обозначать вот такой элемент как множество. Поэтому в итоге такой элемент называется пустым множеством. Отсюда, в частности, следует, что все множества являются элементами, которые помимо членов содержат в себе еще и пустое множество. Вот так. Также отмечается, что обозначение одного из индивидов пустым множеством является не более чем нотационной конвенцией и используется для удобства. То есть за этим не стоит никаких серьезных философских причин. Следующий важный вопрос, который требует ответа, это вопрос, не будет ли для системы достаточно одного единственного индивида. Вот с точки зрения математических целей действительно нет необходимости обращаться к дополнительным индивидам помимо пустого множества. Поэтому в системе ZF таких дополнительных индивидов нет, не предусмотрено. И таким образом все элементы в ZF являются либо множествами с элементами, либо пустыми множествами. Поэтому, опять же, термины множество и элемент являются в ZF синонимами. Но делается опять оговорка, что с математической точки зрения не меньший интерес представляют системы, в которых пустое множество является не единственным индивидом. И поэтому отмечается, что далее аксиомы будут формулироваться в такой форме, чтобы их можно было удобно с минимальными модификациями приспособить к системам, в которых такие индивиды помимо пустого множества допускаются. И в этой связи авторы решают сохранить эти разграничения между терминами элемент и множество. Кроме того, они отмечают, что термин «индивид» в дальнейшем используется только для обозначения индивидов, которые отличаются от пустого множества. Поэтому любой элемент является либо множеством, либо индивидом, но не тем и другим одновременно. Так, далее авторы переходят к рассмотрению понятия равенства. Это тоже довольно объемный фрагмент параграфа. Значит, понятие равенства является одним из наиболее фундаментальных понятий в математике, и авторы выделяют три подхода к трактовке понятия равенства. Подход «А» символ равенства обозначает тождество, и таким образом принадлежит к подлежащей логической теории. В данном случае подлежащей логической теории является первопорядковое исчисление предикатов с равенством. И здесь перечисляются базовые характеристики или свойства равенства. Они представлены на слайде в виде списка 1, 2, 3, 4 и 4 штрих. Там цифры латинские, маленькие. Значит, первая базовая характеристика или свойства равенства – это рефлексивность. Для каждого х х равен х. Второе – это симметричность. Если х равен у, то у равен х. Третье – это транзитивность. Если х равен у, то у равен z. А, если х равен у и у равен z, то х равен z. Четвертое – это подстановочность. Для каждого предложения b от х. Если b от х имеет место, то х… А, тут еще х… Да, нет, да. Да. Если имеет место и х равен х штрих, то b от х штрих тоже имеет место. А, и четвертая характеристика. Характеристика 4 штрих – это подстановочность для отношения принадлежности. Имеет такой же вид, как четвертая характеристика. Но там вместо равенства используется знак отношения принадлежности. Вот. Вот этой позиции, позиции а, по существу, придерживается цирмела. Он считает х и у равными, если они обозначают одну и ту же вещь. Или корректнее было бы сформулировать х и у равны, если они суть одна и та же вещь. Подход b. Подход b. Равенство здесь в рамках такого подхода рассматривается как одно из первоначальных отношений системы. То есть знак равенства может рассматриваться как второй, то есть после знака, обозначающего отношения принадлежности, первоначальный двухместный предикатный символ. Вот тогда вышеперечисленные характеристики с первой по третью и четвертой штрих будут аксиомами. А все случаи, соответствующие четвертой характеристики, будут теоремами. Отмечается, что по всем практическим соображениям система, которая принимает вот эту позицию, не должна ничем отличаться от системы, которая принимает позицию а. Поскольку в обоих случаях теоремами будут являться одни и те же предложения. Вот разница только такая, философская. Значит, и третий подход, подход С, согласно которому равенство должно вводиться посредством определения. В этом случае определение должно быть таким, чтобы характеристики с первой по четвертую были доказуемы либо посредством какого-то логического рассуждения, либо посредством рассуждения, использующего аксиомы теории множества. Вот. И, наконец, после всех этих предварительных замечаний авторы приступают к построению системы ZF. Первое определение вводится, определение отношения включения. Формулируется следующим образом. Если Y и X являются множествами такими, что для всякого X, если X принадлежит Y, то X принадлежит Z, то Y является под множеством Z или Y включено в Z. Записывается эта запись, представленная в формуле под номером 2 на слайде. Также, если имеется как минимум один такой W, что W принадлежит Z, но W не принадлежит Y, то Y является собственным под множеством Z. И это записывается, как представлено в формуле номер 3 на слайде. После введения первого определения вводится первая теорема, которая формулируется следующим образом. Каждое множество есть под множество самого себя. Если X является под множеством Y и Y является под множеством Z, то X является под множеством Z. И здесь видно, что отношение быть под множеством рефлексивно и транзитивно, а отношение включения и рефлексивно, асимметрично и транзитивно. Также подчеркивается, что между отношениями принадлежности и отношением быть подмножеством имеется довольно серьезное различие. В рамках используемой авторами терминологии это различие представляется так. Каждое множество включает само себя и свои подмножества, но не содержит ни себя, ни своих подмножеств. Далее вводится второе определение. Это определение отношения, которое здесь используется термин membership congruent, но это можно перевести, как мне представляется, отношение равенства членов. Если есть какой-то адекватный перевод, потом скажите мне, пожалуйста, я буду переводить отношение равенства членов. Значит, определение. Х называется равным у, если для всякого z, x принадлежит z тогда и только тогда, когда y принадлежит z. И также для всякого u, u принадлежит x тогда и только тогда, когда u принадлежит y. Говоря русским языком, x называется равным y, если каждое множество, содержащее одно из множеств x и y, содержит также и другое. И если каждый элемент, содержащийся в одном из них, содержится также и в другом. Данное определение представлено в символизированной форме. Это формула под номером 4 на слайде. И здесь легко увидеть, что отношение равенства членов является рефлексивным, асимметричным, транзитивным и также допускает подстановку в атомарную формулу. В атомарной формулы вида x принадлежит y. Таким образом, характеристики с первой по третью и четвертая штрих справедливы для отношения равенства членов. А если принять подход к определению равенства третьей, то есть подход c, тогда атомарные формулы вида x принадлежит y окажутся единственными атомарными формулами теории множеств. А поскольку атомарные формулы вида x равно y вводятся посредством определения. И таким образом получается, что четвертая характеристика также справедлива для отношения равенства членов. Доказательство для характеристик с первой по четвертую для отношения равенства членов может быть осуществлено без использования аксиом теории множеств, только с помощью определения отношения равенства членов. И таким образом видно, что любое отношение вида х равен у, которое удовлетворяет характеристикам с первой по четвертую, совпадает также и с отношением равенства членов. Поэтому, в принципе, можно определить равенство как равенство членов. То есть равенство множеств как равенство членов этих множеств. Так, и здесь формулируется, наконец, первая аксиома системы ZF. Это аксиома экстенсиональности. Формулируется следующим образом. Если х включено в у и у включено в х, то х равен у. По-русски говоря, множество, содержащие одни и те же элементы, равны. И символизированная запись этой аксиомы – это формула под номером 5 на слайде. Что касается аксиомы экстенсиональности, то она утверждает экстенсиональную природу множества. Что означает, что каждое множество полностью определяется своими членами. Противоположная характеристика природы множества – это интенсиональность. То есть множество имели бы интенсиональную природу, если бы их тождественность зависела не только от того, какие члены они содержат, а также и от того, как эти множества вводятся или определяются. Например, с точки зрения интенсионального подхода, множество всех неотрицательных действительных чисел и множество всех квадратов действительных чисел не обязательно тождественны, хотя они экстенсионально равны, то есть содержат одни и те же члены, но определяются по-разному. Чистая экстенсиональная концепция множества, как отмечают авторы, является базовой для теории множеств. И для этого есть несколько причин. Три. Во-первых, это дает нам простоту и ясность. Во-вторых, возможно только одна, единственная экстенсиональная концепция множества, тогда как интенсиональных концепций может быть много разных, и выбрать между ними сложно, в общем. Выбор может оказаться произвольным. И в-третьих, экстенсиональная концепция обладает большей выразительной силой. В ней можно сформулировать и интенсиональную концепцию в частности. Далее еще несколько замечаний по поводу соотношения равенства и равенства членов. Выше было показано, что равенство множеств влечет за собой равенство членов этих множеств. Следствием аксиомы 1, аксиомы экстенсиональности, является справедливость и обратной зависимости. А именно, что равенство членов влечет равенство. То есть, даже если понятие равенства является первоначальным, а неопределяемым, оно все равно совпадает с отношением равенства членов. Аксиомы экстенсиональности таким образом устанавливают отношение равенства членов в качестве характерного свойства равенства в теории множеств. Но имеется также парная характеристика равенства, которая вводится следующим принципом. Это принцип звездочка. Его символизированная формула на слайде так и представлена. Это звездочка в скобочках. Значит, формулируется следующим образом. Х равен у тогда и только тогда, когда каждое множество z, содержащее элемент одного из множества x, y, содержит также и элемент другого. Вот, отмечается, что этот принцип нельзя вывести только из аксиомы экстенсиональности. Вот, однако из аксиомы пары следует второй принцип, что для каждого множества x имеется множество u, единственным членом которого является x. То есть, для каждого элемента v, v является членом u тогда и только тогда, когда v равно x. И тогда u – это множество, содержащее x и не содержащее такого y, который не был бы равен x. В принципе, авторы отмечают, что любой из этих двух принципов можно использовать в качестве определения равенства вместо отношения равенства членов. Главное – убедиться в каждом случае, что равенство удовлетворяет требованию подстановочности. Это четвертая характеристика. И что это следует из аксиомы системы. То есть убедиться, что равенство влечет отношение равенства членов. В обоих случаях из определений равенства и отношений равенства членов тривиально следует, что отношение равенства членов влечет равенство. Так, если мы определим, что x равен y, когда x и y являются членами одних и тех же множеств, то искомый результат будет следовать из аксиомы множества степень или из аксиомы пары и выделения. Предположим, что мы определили, что x равен y, если x и y содержат одни и те же члены, то тогда аксиомы экстенсиональности становятся тавтологией. И тогда для того, чтобы доказать, что равенство влечет отношение равенства членов, придется принять новую аксиому. Это аксиома 1 под звездочкой. Она тоже вынесена на слайде. Да. Если x принадлежит z, то y равен x. А если x принадлежит z и y равен x, тогда y принадлежит z. Но здесь еще есть пара тонкостей. В частности, первое определение равенства не подходит для таких систем, теории множеств, в которых признается существование множества таких объектов, которые не являются членами других объектов, но являются разными объектами. Потому что в соответствии с этим определением любые два таких объекта должны считаться равными. Последнее определение равенства, напротив, не подходит для систем, в которых признается существование индивидов, отличных от пустого множества, поскольку в соответствии с этим определением все индивиды приравниваются к пустому множеству. Но, как отмечают авторы, вне зависимости от того, какое из множества вышеперечисленных методов введения равенства в теорию множества выбрать, подразумеваемая интерпретация выражения x равен y предполагает, что объекты, обозначаемые переменами x и y, тождественны. Также, поскольку множество, согласно аксиоме экстенциональности, полностью определено своими членами, можно обозначить любое множество, состоящее из членов А, Б, Ц и так далее, через следующую запись. Это запись под номером 6 на слайде. Причем порядок записи членов, как отмечается, не играет никакой роли. И в самом конце параграфа вводится третье определение, следующая формулировка его. Два множества, не содержащие общих членов, называются непересекающимися. Если члены множества S попарно не пересекаются, то множество S называется расчлененным или дезинфективным множеством. Вот на этом все. Вика, спасибо за очень интересный, содержательный, развернутый доклад. А что такое индивид, согласно авторам? Мне не совсем понятно понятие индивида. Индивид – это множество, которое не содержит элементов. И при этом отличается от нулевого множества. Отличается от нулевого? Я немножко прослушал. Отличается при этом от нулевого, да? Да. Ну, хорошо. Надо осмыслить. У меня пока нет вопросов. Точнее, это не множество, это элементы, которые не имеют членов. Вот правильный формулировок. Тогда возникают вопросы, что такое элемент? Это все то, что может быть членом множества. Ну, нет ли здесь круга тогда? Наверняка. Сами множество не могут быть элементами, потому что оно может ходить в другое множество, как в множество. И так дальше. Множество – это элементы, которые имеют члены. Вот, индивиды – это элементы, которые не имеют членов. Число 2 – это элемент или индивид? Бывает, фу, множество или индивид? Видимо, зависит от того, как двойка определяется. Не, ну я имею в виду, что если мы двойку считаем нумералом цермела, например, тогда очевидно, что это множество. Но, с другой стороны, никто нам не запрещает ввести двойку как индивид. И не говорит, что это некий объект. Такой, индивид объект. Потому что множество – тоже объекты. Другое дело, что здесь конкретно, когда за это излагается, не требуется введение дополнительных объектов, которые отличены от пустого множества. Но в некоторых других вариантах теории множества это делается. У меня еще вопрос по равенству. Когда мы имеем равенство, его надо рассматривать как обозначение разных объектов обязательно или нет? Ну, не совсем. Это говорит о том, что равенство является отношением между понятиями, которые обозначают один и тот же объект. Один и тот же объект. Ну да, если экстенциональная трактовка, должно так вроде бы быть. Хотелось бы еще раз услышать про интенсиональную природу множеств, потому что с экстенциональностью это понятно. А вот про интенсиональную, к сожалению, в редакции, которая у меня была, там не было абзацев про это дело. Я хотел бы еще раз услышать. Я не до конца уловил, мне кажется. То есть там был замечательный случай, когда допускается возможность, если мы делаем акцент на интенсиональную природу множеств, то возможна ситуация, что у нас есть два множества, у которых равны объемы, но при этом они не будут равны с точки зрения интенсиональной природы. И вот я хотел еще раз услышать, как задается, как определяется интенсиональная природа. Для такой теории множество это не так важно. Ну это можно на примеры прояснить. Вот допустим у нас есть два множества А и Б, они не пересекаются. Значит, пересечение их будет пустым множеством. Есть еще множество, допустим, С. И А и С тоже не пересекаются. То есть пересечение А и С будет пустым множеством. Вот в интенсиональной теории множество это одно и то же множество. Одно и то же пустое множество. А в интенсиональной это два разных, потому что они по-разному заданы. То есть одно является пересечением А и Б, а другое пересечением А и С. Хотя по объему они одинаковые. Но они не равны, потому что они заданы по-разному. Понял, спасибо. Это, я так понимаю, то же самое, что множество зеленых пегасов и множество красных пегасов. Ну, если содержательно, да? Может быть, конечно, красные пегасы и есть. Не-не-не, если мы, конечно, считаем, что пегасов не существует, ни зеленых, ни красных, никаких. Содержательно разные множества, пустые, но при этом и те, и те пустые. Ну да, но здесь мы, правда, уже начинаем применять теорию множества. То есть мы идем немножко дальше. У нас ведь в ZF, в той системе, ZF и ZF-C, точнее, в тех системах, которые мы изначально рассматриваем здесь, обсуждаем, у нас никаких других индивидов, ну, то есть никаких других объектов, кроме изначальных, кроме пустого множества, нет. То есть у нас там нет ни пегасов, ни столов, ничего вообще. Они нам не нужны для того, чтобы математическую теорию строить. У нас есть только пустое множество. Да, я понимаю. Я просто пример из, ну, всяких любимых философами задачи привел, чтобы проиллюстрировать. Ну, в таком случае, да, получается, если мы как ур-элементы зададим вот этих вот пегасов, там, зеленых и красных, если их, как бы, нет у нас в инверсии, то тогда это будет разное пустое множество. Пустое множество зеленых пегасов, пустое множество красных пегасов. Ну, вот по поводу мембершип конкурентности, небольшая, небольшая ремарха. Я тоже, честно сказать, не знаю, как грамотно и красиво перевести на русский язык этот термин. Ну, я предлагаю, чтобы не путаться с понятием quality, с равенством, говорить о конкурентности членов или о совпадении членов. У меня еще такой вопрос. Данный подход, который Цермелла предлагает, это все же аксиоматический или логицистский? Или что-то среднее между ними? Хороший вопрос. Преподносится он как аксиоматический, но, по-моему, здесь нигде не утверждалось, что теория множества является частью логики. Ну, он, конечно, аксиоматический, потому что, во-первых, делается сведение теории множеств к логике. То есть у нас есть математическая теория, и мы выражаем просто содержание этой математической теории с помощью некоторого логического исчисления. Но мы не сводим математические понятия к логическим. И у нас вот эти самые аксиомы теории множеств, в аксиоматическом подходе, они описывают то, каким образом работает вот это неопределяемое понятие. Неопределяемое понятие здесь примитив, принадлежность множеству. То есть у нас есть некоторая подразумеваемая интерпретация, это вот наивная теория множества. И мы считаем, что наши аксиомы, они вот схватывают содержание нее. Но в более адекватном смысле, то есть они уточняют эти понятия, и мы не попадаем в парадокс его тоже. Некоторая логическая формализация примитивной теории множеств, так получается. Ну да. Так просто на понимание. Может кто-нибудь пояснить, что это значит, сводить теорию множеств к логике? Ну если мы покажем, что, например, отношение принадлежности элементам множества может быть определено с помощью чисто логических терминов. Ну то есть там отрицание, конъюнкция, дизюнкция и так далее. Ну вот как у нас, например, на слайде тут есть определение 2, а здесь вот это вот совпадение членов, оно по определению равно некоторой формуле, в которой содержатся логические термины. Это квантеры, эквиваленция, конъюнкция. И есть вот этот вот примитив принадлежности элемента множеству. То есть если мы сможем сдать подобное определение, где мы определим принадлежность определения, принадлежность элемента множеству через только логический термин, тогда, значит, мы свели теорию множеств к логике. Ну а как тогда быть с Фреги? Он же вроде оперирует понятием неравенства, а его вряд ли можно рассматривать как логическое. Ну а Фреги по логическому. Он начинает с А не равно А, задавая пустое множество. А когда мы берем неравенство, это вроде бы не совсем логика. Ну, он, да, определяет, соответственно, ноль и пустое множество вот таким образом, как понятия, которые... Ну то есть он сводит не просто к равенству, а к совпадению объемов понятий. Это логические... Ну, часть логической теории. То есть он говорит понятие, которое, там, что там, не тождественно самому себе. Объем понятия не тождественно самого себе. Ну, то есть неравенства на самом деле как бы и нет, да? Ну да. То есть он от понятий исходит. А понятия, как бы, считаются частью логической теории. Они логической теории изучают. Ну и кроме того, если вот по поводу еще сведения теории множеств к логике, нам еще требуется, чтобы... Ну вот если в духе вот такого жесткого логицизма прям, нам требуется, чтобы все утверждения по поводу... Ну, все утверждения, которые содержат теоретику множества терминов, например, принадлежности или методом множества, они были обязательно аналитическими. Вот. То есть они не являются какими-то содержателями. Они не говорят ни о чем сверх своей логической формы. Ну, я вот вспомнил, что на самом-то деле, да, у Фреги вовсе не равенство, а равна великость или равна объемность, что-то вроде этого. Ну да, у него используется вот этот самый базовый закон номер 5, и там из него входит принцип юмора в том, что там по поводу равномощности. Вот и дальше затем он использует вот это вот рассуждение с понятиями. Для того, чтобы ввести на чехолые элементы не пустое множество. И потом из него дальше все снаструировать. Ну, хорошо. Продолжение следует...